Перет Менгелл, самая таинственная актриса советского кино В 1992 году на телеэкраны вышел пятисерийный приключенческий фильм «Сердца трех». Одна из героинь привлекала внимание своей необычной, марсианской внешностью. В титрах она значилась как Перет Менгелл, холодная экзотическая красота актрисы заставила армию поклонников искать о ней хоть какую-то информацию. Но, Перет Менгелл была и остается едва ли не самой загадочной актрисой советского кинематографа, о ней неизвестно практически ничего. Точнее, известно очень мало. Итак, Перет Менгелл, родилась в Эстонии 13 января 1969 года. И это, все, что известно наверняка. Непонятно даже, как она попала на роль Акатавы. То ли помощники режиссера нашли ее в одной из театральных школ Толинна, то ли сам режиссер обнаружил на Черноморском пляже и немедленно пригласил в картину. Вообще-то, первая версия выглядит более правдоподобной. Тем более, что по некоторым данным, шестью годами раньше она снималась в эпизодической роли в фильме «Человек с бульвара капуцинов». Но это, никем не подтвержденная информация, а всего лишь версия. На съемках фильма «Сердца трех Перет» держалась особняком и ни с кем не завязала даже приятельских отношений. Она довольно плохо говорила по-русски, в фильме Акатава говорит голосом Анны Каменьковой. По воспоминаниям Алены Хмельницкой, сыгравшей в фильме Леонсию, Перет была странновата и подчеркнуто недолюбливала своих партнеров по съемкам. А после какой-то истории стала называть их гадкими русскими мальчишками. Справедливости ради замечу, что никто не знает, чем было вызвано такое отношение. Возможно, у Перет были основания недолюбливать склонных к несколько рискованным шуткам гардемаринов. А когда съемки фильма закончились, Перет Мингел просто исчезла. Правда, на дворе стоял 1992 год. Страна разваливалась и затеряться было не так сложно. на съемках фильма «Сердца 3». Источник, http2.com yrs j gun of.näärod.ru.ins5.jpg на съемках фильма «Сердца 3» Источник, http2.com yrs j gun of.näärod.ru.ins5.jpg Ее начали разыскивать уже в том же, 1992 году. И едва ли не первым был Рафаэль Катанджан, сыгравший в фильме Альварис и Турисо. Но поиски по горячим следам не привели ни к чему, прекрасная котава, та, которая грезит, словно материализовалась прямо на съемочной площадке, а потом исчезла, не оставив ни малейших следов. Ищут ее и сейчас, но с тем же успехом. Пожалуй, единственным результатом многолетних поисков стала гора слухов и версий, большая часть которых грешит явной фантастичностью. Так, например, утверждают, что Перет, ближайшая родственница нацистского преступника Азефа Менгеле, одного из самых страшных людей ХХ века. Откуда взялась эта, часто упоминаемая, версия, неизвестна, но она так никем и не была не подтверждена, не опровергнута. Еще говорят, что она она работает в одной из сталинских клиник, вышла замуж за миллиардера, переехала в Италию, занялась модельным бизнесом, работает на спецслужбы, растелстела до полутора центнеров. Известно, что стремящиеся найти Перет Менгел несколько раз обращались за помощью в программу «Жди меня», особенно в те годы, когда ее вел Игорь Кваша, сам игравший в фильме «Сердца трех», но в помощи передачи каждый раз отказывали без объяснения причин. Интерес к Перет не ослабевает, в сети можно найти поисковые группы. Наблюдать за их деятельностью очень интересно, вот только достоверной информации ни одна из этих групп так и не нашла. Так что Перет Менгел по-прежнему остается самой таинственной актрисой советского кинематографа. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok